Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Наталья, я родом из Беларуси, сейчас живу во Франции. Сегодня я записываю в видео вопрос-ответ. Это второе подобное видео на моем канале. И я получила много комментариев к видео, которое называется «Ссоры с мужем». Там я еще рассказывала случай, который у меня произошел в Беларуси с кассиром. На самом деле я рассказываю все как было, ничего не придумываю, никакого умысла для того, чтобы очернить, как-то Беларуси у меня нету. Это действительно было так. И я еще раз повторюсь, что когда ты не живешь в стране, через какое-то время приезжаешь туда, то ты замечаешь изменения, которые происходят внутри этой страны. И каждый раз, когда я приезжаю из Франции в Беларусь, я вижу, что в Беларуси тоже происходят изменения, и происходят изменения в лучшую сторону. Я всегда об этом говорю, я всегда это повторяю, что я очень хорошо отношусь к беларусам, к русским, к украинцам. Я считаю, что мы все один народ, как бы нас не разделяли. Я за дружбу интернациональную. У меня интернациональный брак. То есть я никогда не обсуждаю человека из-за его национальной принадлежности. Я никогда не говорю, что вот он плохой, потому что он там из России, потому что он россиянин. Абсолютно нет, у меня такого никогда не было. Поэтому, Беларусь, вам еще раз привет. Вы молодцы. Живи, Беларусь, и пускай процветает, развивается и дальше. Я сижу с телефоном, буду зачитывать комментарии, на которые мне хочется сегодня ответить. Еще, кстати, хочу сразу извиниться, потому что ко мне приходит много комментариев. Некоторые пишут в мою личную почту. И, кстати, не знаю почему, но многие письма мой компьютер распознает как спам, отправляет их туда. Я некоторые письма нахожу уже только там после двух месяцев, когда заложу в спам посмотреть, что там. Мне становится очень обидно и жалко, что люди потратили свое время, написали мне личное письмо. Но многие пишут, даже не многие, у меня практически все мои зрители, они добрые, приятные, позитивные люди. И пишут мне приятные слова, слова поддержки, слова благодарности. Потому что снимать видео – это тоже работа. И я снимаю свои видео для того, чтобы у человека, который, скажем, никогда не побывает во Франции или в том же Париже, была возможность глазами хотя бы другого человека увидеть все это. И мне иногда бывает обидно за то, что видео такие познавательные, развивающего плана, как, например, Диор, выставка Диор в Париже. Такой выставки вообще даже сама Франция еще не знала. Самая масштабная выставка, которую видел вообще этот музей и сама Франция. И мне немножечко так обидно, что такие видео набирают меньшее количество просмотров, чем какие-то там скандалы, интриги. Ну, что поделаешь. В общем, я все равно не перестаю снимать. Я надеюсь, что вам нравится. Вы меня поддерживаете пальчиками вверх. Мне очень импонирует то, что число моих подписчиков увеличивается с каждым днем. И опять я немножечко отвлеклась, ушла. Но хочу еще сказать вот что. Что я получаю комментарии, и мне приходят уведомления, что вот у вас там такой-то комментарий. У меня нет возможности читать и сразу отвечать на них. И, к сожалению, когда таких уведомлений накапливается очень много, то потом самые старые, они исчезают. И бывает так, что я не проверяю по какой-то причине. Знаете, иногда у меня бывает хватает времени на то, чтобы снять видео, смонтировать видео и выложить его. И мне не хватает времени даже на то, чтобы добавить описание к этому видео. К сожалению. Извините меня, пожалуйста. Это просто банальное желание как можно скорее с вами поделиться чем-то, какой-то информацией. И уже потом я дорабатываю, дописываю, доделываю. Так что я стараюсь отвечать на все комментарии. Я стараюсь отвечать на ваши вопросы. Если я кого-то когда-то не заметила, извините, пожалуйста. У меня уже накопилось достаточное количество видео. Я, конечно же, не проверяю комментарии под каждым видео. Поэтому такое случается. Извините. И еще хочу сразу же вначале выразить благодарность блогеру Светлане Франция. Потому что это человек, который поддерживает меня. Вот у меня уже год каналу. И весь этот год мы с ней переписываемся. Мы с ней общаемся. И у этого человека уже более 12 тысяч подписчиков. И этот человек не боится в своих видео, на своем канале упомянуть мое имя. Сказать, что вот обо мне какие-то приятные слова. Мне это очень сильно импонирует. Так что, Света, спасибо тебе большое. Ты настоящий светлый человек. И я надеюсь, что нам все-таки удастся с тобой встретиться вживую. Первый вопрос по поводу совместного общего счета. В банке с моим мужем. У нас совместного общего счета не было никогда. Когда я выходила замуж за своего мужа, ему было 38 лет. Мне было, соответственно, 28 лет. Он меня на 10 лет старше. За это время мой муж привык жить так, как ему хочется. И когда я приехала, для него стало, знаете, каким-то... Конечно же, он все понимает. Он понимал ответственность, которую он берет на себя. Потому что я иностранка. Конечно же, сразу было понятно, что я не стану здесь работать. Потому что у меня было нулевое знание языка. И когда я приехала жить во Францию, я стала говорить своему мужу, что мне необходимы деньги для того, чтобы выходить, для того, чтобы что-то покупать, совершать покупки самой. И он стал выдавать мне наличными. Каждый месяц он мне выдавал определенную сумму, которую я тратила по своему назначению. Не на продукты. Я могла купить что-то, какие-то продукты. Но в основном я их тратила так, как хотела. Речи о том, чтобы у нас был совместный счет. Эта речь была, но она была какой-то недолгой. И я так поняла, что на этом настаивать нет необходимости. И то есть, ну, мой муж будет против. Объясню почему. Когда я приехала жить во Францию, у моего мужа все еще оставались сомнения, что я вышла замуж все-таки не за него, а за переезд во Францию. И у него были постоянные проверки. Он меня постоянно проверял. То есть он меня не спрашивал напрямую, там, ты вышел замуж по любви или за Францию, за переезд. Хотя на тот момент я вам скажу, я мужу своему говорю всегда. И даже по сей день мы смеемся, я ему говорю, что когда я тебя увидела, у тебя не было ничего. Ты жил на съемной квартире, хоть и там в Ницце, да, но ты жил на съемной квартире, и у тебя была машина Audi A3. Так что говорить про то, что я вышла замуж за деньги или за переезд, это абсолютно несправедливо. Я не знала ни его зарплаты, ни кто он, ни что он, вообще абсолютно ничего не знала. Я уже вам об этом говорила. Если вы хотите подробностей, как происходили наши встречи, как вообще развивались наши отношения на расстоянии, потому что я все-таки была в Беларуси, а он во Франции, то пишите мне, ставьте пальчики вверх, и я вам расскажу. И то есть у нас были какие-то проверки, поэтому я не наставила на этом совместном счете. Хотя у меня есть знакомая. Когда мы с ней встречались, я у нее спрашивала, как у нее обстоят с этим вопросом дела, и она мне сказала, что просто каждый день выносит мужу мозг, что ей нужна карта, что ей нужен совместный счет, и что ей надо половину его зарплаты. Я вам честно говорю, что она действительно это делала. Это, конечно, еще зависит от мужчины. И ее муж в итоге, она потратила, наверное, на это полгода, что-то такое, и ее муж в итоге согласился на это. Представьте, человек, не работающий, он ей сделал карту, они завели совместный счет, и каждый месяц на ее карту приходила половина его зарплаты. Притом муж оплачивал там какие-то совместные путешествия, конечно же, все расходы. Она свои деньги тратила по своему усмотрению, она их тратила на учебу. То есть, как я поняла, этот человек не хотел работать, но чтобы ее не доставали такими вопросами, что как бы куда уходят деньги, она постоянно училась. Она, по-моему, и сейчас не работает. Я говорю не в обиду и не в укор, просто все люди разные. Ну, вот так вот. В общем, она учится, сколько она здесь живет, она все это время учится. Вот. И мне муж сделал карту только тогда, когда мы пошли в префектуру, и нам сказали, что необходимо принести справку о том, что у меня есть счет. Тогда мой муж пошел и сделал мне карту. И уже каждый месяц он начал мне перечислять на карту определенную сумму денег. Как я назвала, это была моя зарплата. Опять же, эти деньги я тратила по своему усмотрению, он не требовал у меня отчета. Ну, вот так. И по сей день общего счета у нас нет. Конечно же, и сейчас он деньги мне не перечисляет. Единственное, что у нас есть общее, это общий счет, на который мы откладываем определенную сумму с каждой зарплаты. То есть, это, как скажем, как мы копим не на черный день, как у нас. Вообще ненавижу вот это вот, когда люди говорят на похороны, копят или на черный день. Вы в Франции такого никогда не услышите. Мы копим на хороший, на ясный, хороший день, на хорошее, отличное будущее. И плюс у нас еще есть совместный счет, куда мы откладываем деньги на ребенка, для ребенка. Мы так решили, что будем откладывать каждый месяц определенную сумму на его будущее, потому что мы хотим, чтобы он получил хорошее образование. И хотим, чтобы, когда ему исполнится 18 лет, чтобы у него уже был какой-то старт. Вот так вот у нас обстоят дела дома. Все счета оплачивает муж со своей зарплаты. Я отвечаю за продукты, то есть за бытовую химию. Второй вопрос по поводу налоговой декларации, которую вы составляете, и об уплате определенного процента с вашего дохода. Конечно же, когда я говорила, что вот муж мне уже говорит, откладывай, начинай деньги, потому что надо будет заплатить, это все я говорю утрированно. Конечно же, он мне не будет там ставить к стенке и говорить, что ты будешь сама платить за свое это. Конечно же, он оплатит сам это со своей зарплаты. И, конечно же, я не являюсь основным источником дохода в нашей семье. Конечно же, это муж. Я привношу вклад, и меня это уже очень сильно радует. Я чувствую себя полезной, я чувствую себя в каком-то роде состоявшейся, хотя я говорила, что это не моя мечта и не стопроцентная реализация моего потенциала. Я человек, который любит работать, который умеет работать, и я знаю, что не сейчас, но все еще получится. Почему говорю не сейчас? Потому что это еще один вопрос. Мне вот написали, что, как я сказала, я сидела полтора года в декретном отпуске, и плюс до этого еще не работала. Хотя я работала в гостинице, я вам говорила. И я еще подрабатывала переводчиком. Мне присылали переводы от организации, которая занималась... Это английская компания, которая занималась поставкой кухонного оборудования во Францию. И я переводила документы с английского на французский. Все это мне присылали на почту, но я проработала так не очень долго, потому что мне было тяжело. Французский, то есть у меня был не на самом лучшем уровне, хотя он у меня и сейчас не на просто, не знаю, какой-то заоблачный, да. Но переводить технические документы с английского на французский, это очень тяжело. Если бы мне даже сказали переводить с английского на русский, и то, знаете, когда не разбираешься в том, что ты переводишь, то это еще сложнее. Но я так работала, да. Дальше по поводу декрета, сидений в декрете. Я вам скажу, что я считаю, что в декрете надо сидеть как минимум год. И я не жалею, что я провела это время со своим ребенком. Я начала вводить его в сад, когда ему был год. Я его приводила, получается, он еще был на таком рубеже переходном. То есть он оставался в самой маленькой группе. По-нашему в яслях. Как вы знаете, во Франции можно отдавать в сад с шести месяцев буквально. Вот я приводила туда своего ребенка, которому был уже год. Я видела там деток, которых приносили мамы, шестимесячных. Были, по-моему, даже... Нет, а может и не было, пятимесячных. Там какой-то был вообще маленький мальчик. И вы знаете, я когда смотрела на этих деток, я говорю сейчас абсолютную правду. У меня сердце обливалось кровью. Я никогда не смогла бы такого еще совсем крошечного, беззащитного человечка отдать. И вы знаете, они в этих садах, что они делают? Они просто лежат. Их кормят, то есть их покормят, положили. И их покормят, положили. И они просто лежат на таких вот специальных подушках, которые принимают форму ребенка. Они просто лежат и вот так вот смотрят. Ну, я не могу, честно, для меня это как-то немножечко дико. Хотя я никого не осуждаю. Кому-то, видите, надо работать. Я почему и сейчас не работаю... До этого я работала три дня, сейчас я работаю только два. Потому что мой ребенок еще маленький. Ему нету еще трех лет. Он начал ходить в школу. И хоть я и не могу сказать, что я там жалуюсь на школу, что ребенок плачет. Он не плачет. Он ходит с удовольствием. Но все равно все-таки это школа, это не сад. Представьте, ребенку еще нету трех лет. Он уже должен сам ходить в туалет. Он должен сам снимать, одевать штаны. Он должен, извините меня, проводить себе гигиенические процедуры. Нету еще трех лет ребенку. Вот. И они учат там и цифры уже, и буквы. И я вижу, что ему, конечно же, тяжело. Я предпочитаю, чтобы он ходил в школу четыре дня в неделю без напряга, без истерик. Раньше он оставался там на обед, но я так понимаю, что он там не ест ничего. Поэтому я решила даже и на обед его там не оставлять. Буду забирать. То есть он будет учиться с утра. В следующем году, конечно, мы, наверное, будем отдавать на полный день. Ну или там до обеда, но уже с обедом. Вот. Но сейчас я его забираю. То есть он на обед и дома, и спит дома. И потом, вторую половину дня мы проводим вместе. И я считаю, что так правильнее. И я считаю, что так лучше прежде всего для моего ребенка. Работа подождет. Все еще будет. И я уверена, что будет очень хорошо. Каждый понимает, что чем меньше ты работаешь, тем меньше ты платишь налога. Это понятно и дураку. Еще у меня был вопрос. Наталья, как вы получили постоянный вид на жительство во Франции? В Германии для белорусской жены нужно прожить в браке три года. Я вам скажу, что когда я приехала, первый год у меня была виза жены. Я по ней жила. Ходила на учебу. На второй год мне дали вид на жительство на один год. И вот в том году я получила еще один вид на жительство. Опять же, на один год. Мне объяснили в префектуре точно так же. Для того, чтобы получить постоянный вид на жительство, то есть вид на жительство на 10 лет, необходимо, чтобы вы в браке с мужем прожили минимум три года. Притом, важным условием является то, что ваш брак был заключен на территории Франции. Если вы расписывались со своим мужем на территории Белоруссии, Украины или России, то вам необходимо прожить в браке либо четыре, либо пять лет. Вот так. Сейчас у меня вид на жительство на 10 лет. Я планирую начать собирать документы для получения французского гражданства. Это все не так просто. Это занимает много времени. Это надо собрать огромную кучу бумаг. Вот. Но этим надо заниматься. Я буду этим заниматься. Конечно, все знают, что походы в префектуру это малоприятная процедура, но этим надо заниматься. И я буду в ближайшее время искать список необходимых документов, то есть, как это все делается и что мне надо для получения французского гражданства. Кстати, я раньше думала, что так как я гражданка Беларуси, то у нас в стране нету двойного гражданства. Но я уточняла этот вопрос и мне даже при получении французского гражданства не требуется отказ от белорусского гражданства. Мне объяснили это так, то есть, как мне раньше говорили, что кто-то там скрывает два паспорта, в Беларуси показывают только белорусский. В принципе, скрывать нечего, это легально, вы можете иметь два паспорта, вы можете иметь второе гражданство, при этом не отказываясь от своего первого, как у меня в моем случае, белорусского гражданства. Ну, скажем, когда моему сыну исполнится 16, по-моему, лет в Беларуси, или 18, в общем, по-моему, 16 лет, то ему уже надо будет выбрать, либо он остается гражданином Беларуси, либо он остается гражданином Франции. Точно так же для моего мужа. Если мой муж захочет получить еще и белорусский паспорт, захочет стать гражданином Беларуси, то ему необходимо будет отказаться от французского гражданства. Возможно, за это время что-то изменится, но пока что, по-моему, это так. Следующий вопрос. Наталья, а вы на ребенка что-то оформляли для выезда в Беларусь? Если да, то что? Когда мы первый раз сыном выезжали из Франции в Беларусь, то у него был французский паспорт, у меня было свидетельство о браке, переведенное, апостелированное на русский язык, у меня было свидетельство о рождении, апостелированное, тоже, по-моему, переведенное на русский язык. И вот не помню, по-моему, у меня было что-то еще и от посольства, какая-то бумага, что ребенка я ввожу с целью его регистрации на территории Беларуси. Какая-то бумага была, да, по-моему, я ее получала в посольстве. И на таможне, то есть, когда мы пересекали границу, то я эту бумагу показывала. Обязательно, когда вы прилетите в Беларусь, то вам надо будет у себя в паспорте, не забыть сделать это, это очень важно, проставить печать о наличии ребенка, я не помню, как это называется по-русски, да, и туда, чтобы вписали еще и фамилию отца ребенка, потому что потом на таможне, на границе могут возникнуть вопросы. Еще я вам упомянула о своем путешествии из Парижа в Минск на машине. Меня попросили рассказать, сколько времени заняло у нас это путешествие. Дело в том, что я не могу сказать конкретно по времени, сколько длилась сама дорога. Мы ехали с маленьким ребенком, поэтому у нас были запланированы остановки. Получается, мы выехали из Парижа, ну, из пригорода, да, во второй половине дня, и уже вечером мы были в Дюссельдорфе. В Дюссельдорфе мы остались на день. Кстати, нам очень понравился этот город. Хорошие воспоминания остались о нем. Потом из Дюссельдорфа мы поехали в Берлин. Остались в Берлине тоже на день. Вот Берлин нам так себе не очень сильно понравился. Может быть, из-за того, что была зима, мы ехали в январе, и он был какой-то серый, угрюмый, честно скажу, некрасивый. Огромное количество граффити как-то он нас не впечатлил. И потом уже из Берлина мы поехали в Варшаву. В Варшаве мы пробыли два дня. Два дня, потому что, не знаю почему, но моему мужу очень нравится Польша. В общем, мы там немножечко попутешествовали, выехали за пределы города и потом уже поехали в Беларусь. Вот самый длительный переезд у нас был это Варшава-Минск. Нас продержали очень долго на границе. Я ехала, моему ребенку было 10 месяцев. Представьте, 10 месяцев ребенку, и нас не пропустили вперед. Задержали на границе. Мне для того, чтобы подогреть ему питание, я брала с собой хорошо такой, знаете, переносной приборчик, в который наливаешь воды, вставляешь там бутылочку или какую-то баночку с едой, и вода закипает, и оно греется. Я, чтобы подогреть ему еду, ходила, просила в туалет, чтобы набрать воды, включить там в розетку этот приборчик. И представляете, мы простояли на границе, наверное, часов 8 с таким маленьким ребенком, и как раз попали в такой момент, когда не работали туалеты. То ли там вода перемерзла, то ли что, но я помню, что я пришла в туалет и попросила набрать воды, а мне сказали, что воды нету. Не представьте, народ, который стоит на границе, холодно, извините меня, на улицу не сходишь, они приходят в туалет, а им говорят, что как бы все закрыто, не разрешают ходить, потому что нету воды. Вот так. И я помню, что я наливала воду из бутылки, то есть питьевую, и вот так вот грела. Это был самый длинный переезд и самый такой неприятный, который, можно сказать, что и испортил впечатление от всей поездки. Но так, мы с мужем путешествовали много раз, мы с ним ехали один раз, вдвоем еще без ребенка, тоже из Парижа в Минск, но мы останавливались в Праге, потом мы опять, по-моему, в тот раз ехали в Варшаву, да, в Варшаву мы ехали, два дня мы опять же там были и останавливались вообще в таком хорошем отеле, жалко, что я тогда видео не снимала, нам очень понравилось. Ну, в общем, вот так как-то. Сейчас побегу в школу забирать ребенка, до скорой встречи, оставайтесь со мной, не забывайте подписываться и ставить пальчики вверх. Всем пока-пока!